Божьи коровки — это, наверное, одни из самых известных насекомых, часто привлекающие к себе внимание и вызывающие улыбку. Разумеется, они оказались окутаны огромным количеством мифов, сильно расходящихся с реальности. Еще с древних времен некоторые предания называют пятнистых жучков услугами Девы Марии, живущими на небесах и спускающимися порой на землю, чтобы передать людям Божью волю. Существуют приметы, связывающие встречу с коровкой определенного цвета и каким-то конкретным количеством пятнышек с различными ожиданиями счастья, успеха и благоприятных перемен. А коровка без пятнышек считается новорожденной, несущей весть о скором рождении малыша. Существует также способ гадания на замужество, предлагающий посадить коровку на ладонь, поднять повыше и произнести «Коровушка-буренушка, скажи, где мой суженый живет?» Куда жучок полетит, в той стороне и будущий муж. Затем следует немедленно отправляться в указанном направлении и ловить ничего не подозревающего жениха, пока он не осознал, что происходит. А все объяснения про жуков потом, после свадьбы. С пятнышками связано, наверное, одно из самых популярных заблуждений, в соответствии с которым количество пятен определяет возраст божьей коровки. На самом деле это, разумеется, не так. Количество пятнышек у взрослого жука не меняется, и общий рисунок видоспецифичен. Тем не менее, в пределах одного вида иногда могут встречаться настолько по-разному окрашенные особи, что на первый взгляд они могут показаться отдельными, независимыми видами. В этом ролике я расскажу о самых распространенных вариантах подобных случаев. Садоводы знают, что божьи коровки могут оказаться полезными помощниками, поедающими тлю. Хищничество само по себе не мешает легкому сказочному образу симпатичных маленьких существ. Однако его можно легко подпортить, если сказать, что божьи коровки бывают весьма неразборчивы в пище, в том числе склонны к каннибализму. В половых связях они также весьма неразборчивы, и существуют исследования, показывающие, что в одной кладке могут содержаться яйца, оплодотворенные тремя-четырьмя разными самцами. В этом видеоролике поговорим подробнее о том, как живут на самом деле эти милые пятнистые жучки, и познакомимся с наиболее распространенными видами. С точки зрения систематики, божьи коровки — это семейство мелких жуков, насчитывающие по всему миру около 8000 видов. Размеры тела самых мелких представителей едва достигают 1 мм, а самые крупные дорастают до 18. Все они обладают характерным, сильно выпуклым сверху телом овальной или округлой формы, напоминающим иногда почти идеальную половинку шара. Еще одной узнаваемой чертой являются очень короткие усики с булавовидными концами, способные легко подгибаться под голову. Вообще, подгибание усиков и ножек — это основная защитная стратегия коровок. Конечно, быть ядовитым и предупреждать об этом хищника в своей яркой окраске тоже очень здорово. Однако хищник, не встречавший прежде других коровок, обязательно попытается схватить и пожевать несъедобную добычу, прежде чем с отвращением выплюнет. Гораздо правильнее не доводить до таких крайностей, поэтому потревоженная коровка плотно сжимается, отпускает веточку, на которой сидела, и падает на землю. Когда станет спокойнее, жук без особых проблем вернется обратно, поскольку неплохо летает. Ну а если первая ступень самозащиты не сработала, подключается вторая. Схваченный жук выделяет едкое желтоватое вещество с неприятным запахом и вкусом. Птице или другому насекомоядному хищнику достаточно попробовать один раз, чтобы хорошо запомнить. Это несъедобно. В следующий раз хищник узнает отвратительного на вкус жука по яркой предостерегающей окраски и обойдет стороной. Люди, как правило, берут божьих коровок только в руки, и поэтому не чувствуют подвоха. Но если попытаться взять жука в рот, все сразу станет понятно. Только не вздумайте воспринимать мои слова как призыв к действию. Я настоятельно не советую вам брать в рот божьих коровок. И конечно же, лезть к себе в глаза пальцами, на которых осталась едкая жидкость, также не следует. Спасаться жукам порой приходится и от нападений муравьев, которым не нравится, что на их пастбище с тлями гуляет пятнистый хищник-разоритель. А это, безусловно, основной источник пищи для многих видов коровок. Тлями питаются как взрослые жуки, так и их личинки. Хотя распространенное мнение, что это единственный источник пищи, ошибочно. Божьи коровки поедают всех подряд мелких мягких насекомых, в том числе и других массовых вредителей, вроде червецовых гусениц. Сейчас в кадре вы видите коровку, которой я предложил в качестве пищи обездвиженную личинку таракана. И как видите, она тоже прекрасно подходит. Среди прочего, отмечались случаи, когда крупные личинки божьих коровок съедали либо более мелких, либо еще не вылупившиеся яйца, отложенные другой самкой. Но, вероятно, это можно расценивать как вынужденные жертвы. Потому что в природе можно увидеть, как разные самки слетаются откладывать яйца в одни и те же места с большим количеством тлей. Причем уже выведшиеся личинки оставляют особые химические следы, привлекающие к себе внимание новых самок. В результате коровки считаются полезными для садоводов видами и неоднократно намеренно заселялись людьми в новые места обитания для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Как взрослые жуки, так и их личинки весьма активны и прожорливы. Они постоянно разыскивают подходящую добычу, помогая истреблять тлей, червецов, гусениц, личинок-листоедов, паутинных клещей. Тем не менее, если считать всех подряд божьих коровок полезными хищниками, получится еще одно заблуждение. Растительноядные виды среди них тоже имеются. Причем некоторые сами попадают в ряды потенциальных вредителей. Но все же это скорее исключение из правил, а большинство – хищники. Познакомимся с некоторыми из них по отдельности. Семиточечная коровка является самым известным и наиболее широко распространенным видом. Она расселилась по Европе, Азии, Северной Африке, а также была намеренно подселена в Северную Америку. Название отражает характерную черту вида. На ярко-красных или оранжевых надкрыльях расположены семь черных пятен. По три целых пятна на каждом надкрылье и еще одно на границе между ними, разделяющееся в полете, когда надкрылья разводятся в стороны. Строго говоря, летящая семиточечная коровка превращается в восьмиточечную. Ну а голова и передни спинка полностью черные с белыми пятнами. Взрослые жуки зимуют, забиваясь в различные щели, в подкорное пространство и тому подобные места. В городской среде ближе к осени коровки могут появляться на окнах, так как присматриваются к щелям в оконных рамах. Ну а весной с возвращением тепла начинают искать места, подходящие для размножения. Растения могут быть разные. Главное найти тлей и иную подходящую добычу, чтобы отложить яйца рядом с источником пищи. Вот так выглядит личинка. Темное черноватое тело со светлыми пятнами покрыто множеством бородавочек и щетинок, а также отличается высокой степенью гибкости. Личинка имеет довольно крупные ходильные ножки и ведет активный образ жизни, ловко перемещаясь по листьям растений в постоянном поиске пропитания. Если внимательно присмотреться к движениям, можно обнаружить, что на заднем конце тела имеется присоска, использующаяся в качестве условной дополнительной конечности. В своем развитии личинка проходит через 4 возраста. Выходя из яйца, она едва достигает миллиметра, а на завершающей стадии дорастает примерно до сантиметра, успевая к этому моменту съесть огромное количество тлей. Когда подходит время для окукливания, задний конец присоской надежно фиксирует личинку на одном месте, после чего ножки могут свободно зависнуть в воздухе и происходит очередная линька. Появляется вот такая куколка. В ней уже можно рассмотреть некоторые признаки будущего взрослого жука. По бокам заметны зачаточные надкрылья, и на них даже имеются пятнышки. И вообще, все тело окрашено в характерные для коровок цвета. Ярко-оранжевый фон с темным пятнистым рисунком. Куколка может совершать небольшие колебательные движения, оставаясь закрепленной своим задним концом тела за счет остатков скелета личинки. В семиточечная божья коровка является очень эффективным хищником. В лабораторных условиях подсчитано, что взрослый жук способен за сутки съедать больше двух сотен тлей. Хотя точное количество, конечно, может сильно разниться в зависимости от размеров добычи. Это прекрасно с точки зрения помощи садоводам и одновременно может внести некий дисбаланс в новых местах обитания. Если в России семиточечная коровка давно находится в равновесии со своей окружающей средой, то попав благодаря человеку в Северную Америку, она стала активно вытеснять и многие местные виды. Ну а на юге европейской части России и в Украине в последние годы активно размножается другой переселенец. Изначально родом из Восточной Азии. За ним закрепилось несколько разных названий. 19-пятнистая коровка, азиатская коровка, изменчивая хармония и коровка-орликин. В Северную Америку она также была подселена вместе с семиточечной. И, вероятно, там точно так же давит на местные виды, хотя исследований на эту тему мне не попадалось. К слову, в Северной Америке широко известно еще одно название – хэллоуинский жук, так как орликины часто вторгаются в дома в конце октября в поисках места для зимовки. В том, как в будущем хармония повлияет на нашу местную природу, так же еще только предстоит разобраться. 19-пятнистая коровка обладает примерно такими же размерами, как и семиточечная, отличаясь в первую очередь окраской. И хотя в типичном рисунке действительно можно найти 19 пятен, получаться это будет далеко не всегда. Название «изменчивая хармония» служит прекрасной характеристикой вида. У взрослого жука пятна могут оказываться слабо выраженными, в том числе полностью исчезающими на фоне красноватых надкрыльев. Или, наоборот, сильно выраженные жирные пятна станут сливаться друг с другом. Возможен и существенно иной вариант, когда надкрылья окрашены в черный цвет и несут крупные ярко-красные пятна. Так или иначе, внешность всегда оказывается яркой и хорошо заметной, вполне отражающей суть костюма орлекина. Вот так выглядят их личинки. По сравнению с личинками семиточечных коровок, они кажутся какими-то слегка угрожающими из-за намного более сложной скульптурной поверхности тела, покрытая ветвящимися выростами. Окраска в основе своей черная с заметными яркими полосками по бокам. Ну а в образе жизни все происходит точно так же, как и у семиточечных коровок. Причем личинок обоих видов я периодически находил вместе на общих веточках с тлями. Некоторые тли делают себе своеобразное укрытие в виде галлов, патологических выростов из тканей растений, под прикрытием которых они живут и питаются. Но если в таком галле имеется малейшая щель, личинка коровки сможет просунуть свою голову и съесть всех хозяев домика. Сейчас вы можете видеть как раз такой случай, когда личинка коровки орлекина протиснулась в отверстие галла, чтобы съесть его обитателей. Куколка тоже очень типичная для божьих коровок. Точно так же закрепленная на поверхности листа с задним концом тела, точно такая же красноватая с черным рисунком. Разве что конкретные детали различаются. Семиточечная и азиатская божьи коровки – самые крупные и заметные в нашей природе, способные превышать в длину 1 см. Но обязательно стоит упомянуть еще как минимум двухточечную коровку, также часто попадающуюся на глаза. Она значительно меньше, в районе 5 мм. Самый привычный внешний облик включает красно-оранжевые надкрылья, каждое из которых несет одно крупное черное пятно. Но возможны и другие варианты окраски. Изменчивость, пожалуй, не столь сильная, как у орлекина, однако тоже не маленькая. Вплоть до вот таких вариантов, когда мы имеем черного жука с красными пятнами. А сейчас перед вами еще одна коровка, которую называют изменчивой как вид. Она достигает 3-5 мм в длину, имеет желто-красные надкрылья с общим пятном и еще по 6 на каждом в отдельности. Пятна сильно изменчивы по форме и размеру, часть из них может полностью отсутствовать или сливаться. Примерно 4 мм в длину достигают черно-желтые 14-точечные коровки. Некоторые из них легко опознаются по пятнам слегка прямоугольной формы, но вообще у них известно больше 100 комбинаций цветов и форм рисунков, из-за чего отдельные варианты когда-то ошибочно относили к самостоятельным видам. Если внимательно присмотреться к коровке с хорошо выраженными сливающимися пятнами, можно обнаружить, что они образуют рисунок, напоминающий по форме якорь. Но черные пятна могут быть слабо выражены или наоборот сливаться до такой степени, что основной фон оказывается черным, оставляя 12 небольших желтых пятен. В таких случаях рассмотреть якорь не получится. Разумеется, не каждая желто-черная коровка окажется 14-точечной. Например, это может быть также и 22-точечная коровка, характеризующаяся окраской из маленьких черных пятен на ярко-желтых надкрыльях. Причем личинки имеют такую же окраску, множество мелких черных пятен на ярком желтом фоне. От большинства других наших местных видов 22-точечная коровка отличается тем, что питается не тлёй, а плесневыми грибками, появляющимися на травянистой растительности. Самым мелким видом, попавшимся мне в ходе подготовки данного ролика, стали вот эти ребята, называющиеся волосистыми коровками. Если внимательно присмотреться, можно увидеть, что их тело покрыто мелкими и слегка серебристыми волосками. Хотя без хорошего увеличения даже самих жучков трудно рассмотреть, не то что покрывающие волоски. Если пытаться всерьез разбираться во всех наших божьих коровках, это надолго. А для общего понимания разнообразия названных видов вполне достаточно. Видеоролик и так уже получился большим, пора заканчивать. Если вам понравилось, не забудьте оставить в поддержку ролика свой лайк и какой-нибудь комментарий. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропустить новые видео про интересных животных и не только. Спасибо за внимание, добра и удачи, дорогие друзья!